Сейчас очень волнительный момент церемонии вручения премии «Харстальный лёд» в номинации «Преодоление». Премию вручает заместитель министра спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации Юрий Дмитриевич Нагорных. Номинация действительно выдающаяся. Спорт – это борьба, спорт – это всегда преодоление, всегда трудности, борьба с собой, с соперниками, с судьями, светом, звуком, льдом. А он бывает очень скользким. С очень большим трепетом и уважением к тем людям, кто получает сегодня эту премию, разрешите объявить, что премию «Харстальный лёд» в номинации «Преодоление» получает олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Желаем и дальше нас удивлять своими возрастениями. И также номинацию сегодня по вручению оргкомитета премии необходимо вручить бронзовому призёру Олимпийских игр в Ванкувере Максиму Шабалину. Только немногие специалисты фигурного катания знали, какие боли, трудности, сложности испытывал Максим и на чемпионате России, и на чемпионате Европы, и на Олимпийских играх в Ванкувере. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо большое за аплодисменты. Вы знаете, эта премия мне безумно приятна, и я очень рад стоять сегодня перед вами и награждаться. Спасибо большое. Это первое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, а второе, я вообще не хочу ещё заканчивать свою карьеру, и хочу, как молодые сегодня говорили неоднократно, что мы хотим отстаивать Россию, ехать в Сочи и выступать. Вот я бы тоже этого хотел. АПЛОДИСМЕНТЫ А как вы думаете, у меня получится? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Получится это верно. Получится, если мы будем все вместе, сплочённые, идти к одному заветному желанию. Выиграть как можно больше олимпийских медалей. Я думаю, что мы с Федерацией фигурного катания будем вместе и сделаем всё возможное, что зависит от нас. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, дорогие друзья. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я поздравляю всех нас с тем праздником фигурного катания, которое сегодня здесь происходит. Это что-то потрясающее. И я наблюдаю, не могу даже сдерживаться. И иногда уступают слёзы. Такая красота здесь. Спасибо огромное участникам. Спасибо огромное молодым спортсменам и именитым спортсменам, которые вместе сегодня радуют нас. И спасибо вам огромное за ту любовь и поддержку, которую вы дарите нам и которая даёт нам силы достигать того, что мы достигаем. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и вот чем закончилось голосование в номинации «Преодоление». Разорвались болельщики, разорвалась комиссия, разорвалось жюри. И так они решили, кому же они именно отдадут эту награду. И я сейчас имею счастье общаться сразу с двумя обладателями в премии в номинации «Преодоление» с Евгением Плющенко и с Максимом Шибалиным. И вы знаете, это большое счастье, потому что вот спорт – это такая штука, где две золотые медали можно получить только один раз в 2002 году и то после жуткого судейского скандала. А здесь я вот, если бы меня спросили, кто из вас более достоин этой премии, я бы, наверное, разорвался и тоже не смог бы сказать. А вы вообще следили за ходом голосования? Нет, нет, я хочу сказать, если честно, надо было еще, наверное, третью давать премию, это Юке, потому что с ее плечом постоянным, которое вылетало плечо, и до сегодняшнего дня, даже после операции, до сегодняшнего дня до сих пор она вылетает. Вот, я думаю, что Юку, конечно, тоже заслужила. Я готов эту премию отдать Юке. Ну, так вот премию не разбрасывай, и все. Давай лучше Юке еще одну вымотим. Еще, в следующем году. Ну, давай. В следующем году. Как ощущения? Ты, вот, я слышал, голос у тебя прямо дрогнул на церемонии награждения. Ну, да, сегодня здесь просто такой праздник и такие декорации, такой свет, такая какая-то аура волшебная, что я действительно был тронут и очень волновался, когда говорил. Ну, скажите честно, вы следили за ходом голосования, потому что там вот буквально голос в голос, огромное количество, тысячи голосов, ни в одной другой номинации такого количества голосовавших не было. Ты следил? Нет. Ты следил? Нет. Ну, друзья, я вас искренне... Я хочу сказать, если честно, то знал, как это все происходило, и спасибо большое болельщикам, потому что мне многие фанаты звонили и поддерживали. Мне даже писали. Спасибо большое за их поддержку. Благодаря им у меня есть время. Спасибо вам большое, я вас искренне поздравляю, и я надеюсь, что вот, чтобы, какие бы на вашем жизненном пути ни были бы перипетии, они, чтобы не были сопряжены с такими мучениями, с которыми были сопряжены мучения в этом сезоне. И удачи вам. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Пока. Пока. Многократные чемпионы Литвы, многократные призеры чемпионатов...